А там вдали пасутся мои козочки. Сегодня Мейлутис не привязан, только тайга. Поэтому не хочу к ним сейчас близко подходить. Мейлутис захочет за мной, потом козлы убегут, потом опять всяко-разно. А не хочется очень его привязывать. Лучше, когда на свободе ходит и кушает именно то, что ему нравится. Красавчик со своими женами. Топчет, видела, даже павловок топчет. А эти павловки-перебежцы убежали от своего жениха. Ну и что им сделаешь? Не хочу теперь вылавливать, все равно не будут яйца породными. Переселила своих утяток в хлев. Дома просто с ними не справляюсь. Такое болото сделали в клетке. А там еще два цыпленка. Думаю, цыплята от влажности попередохнут. Поэтому сделала им уютное местечко в хлеву. Водичка, корм и теплая лампа. Пусть привыкают и живут тут. Вот такую красивую, замечательную розу мне подарила Юля. Юля пока что не нашла для нее места. Пока что стоит здесь. Поливаю, обработала ее зеленым мылом, как и все свои растения остальные. Просто вчера у меня тут было какое-то непонятное нашествие муравьев. Вот вижу, до сих пор по вазону лазят. А также развелось у меня очень много тли. Обрызгала черешню. Не знаю, будет, не будет результат. Если что, через несколько дней с нормальным химикатом обработаем. Также переселились сюда несколько моих фикусов. Слабенькие они были на окне, ужасно, несимпатичненькие уже стали. Поэтому я позавчера их обстригала, порядковала, убирала. Кстати, тоже были паразиты, щитовка, щитовник. Такая плоская гадость, которая приклеивается на нижней, да и на верхней стороне листочков. Вымыла их и тоже, короче, всех зеленым мылом. Кусты смородины обработала. Практически вот все, что видно, весь сад, все плодовые, все у меня. Всех с зеленым мылом. Тут у меня остатки былой роскоши. Это Бажена еще твой последний лучок высадила. Часть лучка, как ты и показывала, в корзинки пластиковые с землей. Целлофан под низ, чтобы корни не врастали. Ну, часть просто так. А что тут у меня такое? А это ловушка на слизней. Разрезаем пополам апельсин. Выбираем серединку, съедаем вкусненько. Дырочка сверху и ложим. Посмотрим, словила ли я хоть одного слизня. Что-то ловушка себя не оправдала, ни одного нет. Цукини красивеет с каждым днем. Тут мои огурчики совсем невзрачные. Тут я тоже рассадила свои огурчики. Побольше огурчики подвязала и всех их удобрила. Удобрение вы смотрела на канале. Голова садовая. Один литр воды, 20 грамм дрожжей. Я брала свежие, можно сухие. Две столовые ложки сахара. Теплой водичкой заливаем. Настаиваются около двух часов. Разводим это все еще плюс к 9 литрам. И потом один литр уже этого удобрения разводим еще примерно 9 литрами. И все поливаем. Перепалила весь свой огород. Надеюсь, ему понравится. Клубничка растет. Все еще зелененькая моя ремонтанная альбион фриго. Поливаем. Еще раз замульчировала, прополола. Также занималась черенкованием. От этого большого кустика отрезала нижние ветки. Вкопала в землю. Сейчас буду обильно поливать, чтобы земля не пересыхала. Мне кажется, он должен пустить корни. Единственное, что место немножко выбрала. Немножко солнечное. Это, конечно, нехорошо. Также черенковала эту красавицу. Красиво цветет. Обильные цветы. Название, как всегда, не помню. Нарезала веточек с пяточками для черенков. Укоротила. Копала. Эту салатовую прелесть тоже. Мне кажется, что она должна черенковаться хорошо. Опять же, не знаю названия. Часть моих черенков поселилась под лавочкой в тенечке. Ничего не прикрываю. Поливаю. Как будет, так будет. Посмотрим, какой будет результат. А тут уже несколько недель сидят мои начеренкованные туи. Тоже ничем не прикрываю. Просто закопала правильно. Правильно подобрала черенки. А вот тут черенки мои напрятаны. Типа а-ля тепличка. Ну, открывать не буду. Здесь у меня жимолость. Вот эти вот все кустики. Только поливаю. И жду результат. Еще одна ловушечка. И под этой ловушкой только куча муравьев. Такую красавицу лабелию купила на базаре. Симпатичный синий цвет. Очень мне нравится. Также зацвела моя лилия первая. Жду цветения розовый. Рисы уже почти перецветают. Это мой зеленковатый прудик. Хотя, мне кажется, вода стала немного чище. Такой мутный немножко цвет. Из-за того, что осадок на камнях. Включали бурбулятор, вот как здесь. Включали фильтр. Больше водичку я не меняла, не заменяла. Вылавливаем мусор. Вот и все. За этой мутью не видно моих рыбок. Кстати, завоевала наше сердце болотняя мята. Это очень вкусное растение. Очень приятный из нее чай. Как из обычной, так и из этой. Вот, думаю, надо бы побольше ее набрать, посадить. А потом зимой будем пить вкусный мятный чай. Почти не видно. Маленький, тоненький. Кто-то верхушку сожрал. О, а тут несколько красавцев попались. Красавица Гергинка цветет. Симпатюшка. Спасая ее, переселила в вазоны. Потому что тоже эти слезняки очень начали поджирать листья, цветы. А из моих бархатцев почти никто не выжил. Вот, несколько штук. Все сожжены. Косили газон на днях. Порядковали. Казалось бы, работа не очень видна. Но времени заняло очень много. Может, кто подскажет, чем-то заболела моя груша. Что-то типа ржавчины. Вообще, это лечится или нужно заранее лечить? Такие дела. В этом году плодов на ней уже точно не будет. Осыпались последние груши. Очень жалко. Ну, сами виноваты, не досмотрели. Заросло хостами. Красавицы мои. Вот тоже видны дырочки. Это уже слизняков работа. Ждем цветения. Жасмин весь в цветочках. В пончиках, как тут сказать. Скоро раскроется. Запах будет великолепный. Это полноцветный, красивый. Хорошее растение. Тоже надо будет начеренковать. Давно хотела обзавестись калеусами. Но как-то все никак не попадало. А тут поехала на базар. Смотрю, такие красавцы. Четыре разные. Ну и, конечно же, купила. Пересадила вазончики побольше. Сначала думала посадить просто в землю. Но не нашла подходящего места. Все еще определяюсь, где им лучше и где симпатичнее. Поэтому пока что так. А на зиму, наверное, с горшками переедут. Просто домой на подоконник. Но если кусты будут очень большие, оставлю себе череночков. Посмотрела, как размножаются. Ничего сложного. А симпатичные яркие крапивки. Я тут все рассказываю. Какая же невкусная клубника ремонтанная. Вот этого сорта у меня с ягодками некрупными и цветочками красивыми. Самое интересное, что ягоды уходят на ура. Ягоды поедаются быстро. И детям очень на сегодняшний день нравится. Нравится, думаю, потому что выбор еще не настолько большой ягод. Ягод хочется. И думаю, такой клубничке в моем хозяйстве место быть. Только выделю и клумбочку побольше, и не в парнике. Мой маленький шакал напрашивается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!